Итак, мы с вами рассмотрели учение Поместной Церкви о спасении. Еще один вопрос, в котором учение Поместной Церкви очень сильно выделяется из числа христианских богословий, вариантов христианского учения, это учение о последних событиях, учение об эсхатологии, во зрении о том, что будет в конце времен. Мы не будем рассматривать всю совокупность взглядов Витнес-эли, это достаточно сложно и многообразно. В данном случае я бы хотел подчеркнуть один аспект эсхатологии Витнес-эли, который касается его учения о восхищении Церкви. Вы знаете, что христиане в этом смысле тоже не всегда согласны друг с другом. Некоторые говорят, что люди будут восхищены до Великой Скорби, некоторые говорят, что будут восхищены после Великой Скорби. Кто-то говорит, что через три с половиной года, пережив некие моменты, люди будут восхищены посередине. Кто-то говорит, что восхищение – это вообще некий образ, которого в действительности не произойдет. У Витнес-эли очень необычная теория, которая восходит еще к его учителю Вочмануни, называется «Частичное восхищение Церкви». Дело в том, что по учению этой Церкви, по учению Витнес-эли и Вочмануни, люди будут восхищены, восхищаться будут частями. Сначала будут восхищены те люди, которые уже достигли этого совершенства, жизни совершенной с Богом, которые научились жить духом, а не душой. Которых Витнес-эли называют победителями, а остальные люди будут оставлены на земле, чтобы они страданиями научились жить такой жизнью. И по мере того, как они научатся это делать, либо они будут порциями восхищаться на небо, либо они просто все совокупно пострадают еще какое-то время, будут восхищены все вместе. Потом здесь я уже не совсем эти детали уловил, отметил для себя, но тем не менее сама идея заключается в том, что если мы не стали зрелыми верующими, в этой обычной нормальной жизни, не заслужили права быть восхищенными сразу, то нам придется еще пострадать для того, чтобы добыть себе право войти в Новый Иерусалим. Нечто вроде обучения в институте, если мы не сдали экзамен в первого раза, то уходим на дополнительную сессию такого рода. Еще один важный момент – это представление Поместной Церкви о Церкви 19-го. Мы говорили, начиная с Вочманонии, через Витнес-Али, Поместная Церковь усвоила идею о том, что Вселенской Церкви как единого тела Христова, в общем-то, не существует. Церковь существует именно в виде отдельных поместных общин. Церковь существует в виде конкретной группы людей, которые есть в одном городе. И очень важно понимать, что в каждом городе, с точки зрения Витнес-Али, должна быть только одна церковь. И, соответственно, этим выражением церкви является как раз церковь, основанная на принципах, на учениях Витнес-Али. И как бы они ни относились ко всем остальным верующим, они могут говорить о них хорошо, могут говорить о них плохо, в зависимости от конкретной ситуации и конкретного человека, но все равно за всем этим стоит идея такая, что все остальные христиане должны прийти в общину этого Витнес-Али, чтобы церковь была одна в данном конкретном месте. Потому что все остальные церкви, при наличии церкви поместной в данном городе, они фактически перестают быть церковью и уже не являются достойным местом для верующего. В силу того, что для Витнес-Али все внешние атрибуты церковной жизни, они не только вторичные, они даже мешают христианской жизни, отсюда Витнес-Али постоянно, категорически, очень резко высказывается по поводу всех остальных конфессий. В его писаниях можно найти такие высказывания. Не думайте, что Господь находится в кругу протестантизма, Он за дверями. Иудаизм – это сатанизм, католицизм – это бесовщина, протестантизм – без Христа. Они проповедуют имя Христа, но его там нет. Вы, правда, верите, что живой Господь Иисус находится в протестантских церквях? Верите вы в это или нет? Но Господь говорит, что Он за дверью. Не и Ли, особенно Витнес-Ли, подвергают критике самые разные аспекты христианской жизни церковной, структуры руководства, отношения пастора и прихода, хоры, скамьи, четкий порядок богослужения и все остальные черты, которые присущи большинству исторических, конфессиональных, христианских церквей. Для него все это признаки внешнего, душевного, плотского, динаминированного христианства. И есть у него такая цитата, где он фактически очень резко выражает эту мысль. Он говорит, мы должны отбросить религию, отбросить христианство. В те далекие дни христианство отвергло иудаизм, сегодня мы должны отвергнуть христианство. Для этого мы должны пересмотреть наши взгляды, никаких скамеек, никаких номинальных членов, никаких прихожан, никаких пасторов. То есть, естественно, речь идет не о том, что мы должны отказаться от Христа, но имеется в виду, что христианство в том виде, в котором оно дожило в наших дней, оно уже больше не представляется, видимо, Сули, как выражение воли Божией. То есть, все вот эти вещи, которые он пишет, даже скамейки, как это не смешно, для него являются выражением чего-то нехорошего. И Витнес-Ли считает, что поместная церковь все еще нуждается в окончательном восстановлении, потому что среди членов поместной церкви есть еще люди, которые находятся под негативным влиянием христианского мира. И он постоянно внушал, пока был жив, его послание, писание делают сейчас, внушал своим последователям, что Бог будет продолжать свою работу в членах поместной церкви, пока окончательно не выведет их из христианского мира и не соберет вот в эту вот невесту Агнца. Движение поместной церкви, оно очень многообразно, туда входят люди самых разных профессий, возрастов, национальностей, никаких ограничений в этом смысле нет. Есть среди них и полновременные служители, которые отдают все свое время тому, чтобы заниматься служением Богу. Поддерживаются они за счет добровольных пожертвований. В обычной жизни часто это нормальные, добродушные, вполне приемлемые люди. Но когда дело доходит до обсуждения богословских вопросов, мы тут же упираемся в эту систему, о которой мы говорили, в некие непримиримые различия, которые очень сложно уловить. Самое неприятное заключается в том, что поскольку поместная церковь, она себя воспринимает как истинную церковь, а нас как такое печальное извращение христианства, то в конечном итоге общение поместников с христианами превращается в некий прозелитизм. То есть мы становимся объектами для того, чтобы нас привлечь в эти группы. Опять же в России люди, которые следуют учению Уитна Соли, они очень разные. Многие не вполне отдают себе отчет в такой направленности, поэтому они читают книги Уитна Соли, ходят в христианские церкви, никаких конфликтов не возникает. Но в то же самое время часто возникают такие моменты, когда человек приходит в церковь, ходит на какие-то группы по изучению Библии, и ты вдруг в какой-то момент времени начинаешь понимать, что человек приходит туда не для того, чтобы учиться, не для того, чтобы слушать, не для того, чтобы участвовать в обсуждении, а для того, чтобы вот это учение преподносить. А в силу того, что, как вы понимаете, уже убедились, это учение весьма сложное, построено на весьма спорных моментах, когда начинается разговор об этом, то изучение Библии сводится к такой вот, то есть теряет всякую ценность, и начинается перепалка по поводу вот этих вот печальных сложностей в понимании Писания. Поместная церковь уделяет очень много внимания обучению своих членов. У них, по крайней мере, раньше проводились регулярно конференции, семинары, на которых показывались видеозаписи выступлений Ли, на которых изучались его сочинения. Как я уже говорил, они заучивали наизусть лозунги, отдельные отрывки, взятые из писаний самого Уитнеса Ли. И всегда очень четкие правила во время этих конференций, и участие посторонних людей в этих конференциях, как правило, не допускается. Насколько я знаю, именно не допускается, а не рекомендуется. В силу того, что эти обучения часто происходили по праздникам, в какие-то вот дни, когда люди обычно проводят время с семьей, да и вообще, как бы там обучение такое достаточно серьезное и длительное, то иногда отношения с неверующими родственниками, людьми, родственниками, которые не входят в поместную церковь, испытывали большое напряжение. То есть возникали в отношениях семьи достаточно серьезные трудности. Ну и в завершении нашего разговора о поместной церкви давайте поговорим о двух практических моментах, которые играют очень большую роль в жизни поместной церкви, в практике их духовной жизни. Вот каким образом человек становится христианином, каким образом дух святой попадает внутрь человека, и каким образом человек участвует в пропитывании себя духом святым. Для этого существует в поместной церкви такая практика, которая называется призывание имени Господнего. Итнесли постоянно говорит о том, что имя Господне, оно обладает большой силой, и если человек призывает имя Господне, то дух святой, вот впервые он призвал, дух святой вошел в него и слился с его духом. Но то же самое происходит и в нашей обычной жизни, если у нас какие-то проблемы, сложности, если у нас что-то не получается, если нам чего-то не хватает, то нам нужно призвать имя Бога, и, соответственно, вот дух, слитый с нашим духом, он свою работу сделает. Итнесли пишет, если мы вот-вот выйдем из себя, мы должны сказать о Господе Иисус, и наш гнев пройдет. Нет необходимости читать столько книг, чтобы стать святыми. Я говорю вам, что вы можете стать святыми, просто говоря Господь Иисус. Всякий раз, когда вы говорите Господь Иисус, вы в духе святом, это чудесно. То есть, это взывание к Господу, на самом деле, это даже не совсем молитва, это опять вот эта вот концентрация на том, что внутри нас, на вот этом пневматическом Христе, который неразрывно слит с нашим духом. Причем интересно, что Итнесли очень механистически воспринимает саму вот эту идею взывания к имени Господа, он пишет такую интересную вещь. Маленькая брошюрка у него есть такая, называется «Вызывайте к имени Господа». И там он говорит следующее. «Тихая молитва содействует нашему спасению, но не столь эффективно. Громкое взывание к Господу помогает нам спастись более результативно и более полно». В данном случае, видимо, речь идет не только о том, чтобы не тихо, а громко взывать, но, видимо, речь идет о том, что молитва менее эффективна по сравнению с взыванием к имени Бога. И второй прием или второе средство, которое рекомендует Итнесли для развития нашего духа, для движения в духе, возрастания в духе, называется «Молитва чтения Слова Божьего». Мы уже, по-моему, говорили об этом в предыдущих наших темах, упоминали об этом факте. Значит, молитва чтения не имеет ничего общего с молитвенным чтением Писания, когда мы, молясь, читаем, не имеет ничего общего с тем, что мы берем какую-то часть Божьего Слова и используем в качестве молитвы. Идея совершенно другая. Идея в том, чтобы взять Божий текст и читать его, не пытаясь его понять. Наоборот, попытки понять только помешают Духу Божьему через интуицию сообщать нам истинный смысл. То есть, иными словами, мы просто читаем почти нараспев Слово Божие, бесконечно его повторяя, отключая полностью свой разум, свою волю, свои чувства, для того, чтобы Бог каким-то вот образом через эту интуицию непосредственным образом то, что Он хочет нам сказать, донес до нашего Духа. Итнесли пишет об этом таким образом. «Забудьте о чтении, понимании и заучивании Слова». Вы должны просто молитвенно читать Слово, потом, в конце концов, я уверяю вас, вы обязательно его поймете. Характерная такая мысль для Итнесли, что Библии нужно не столько понимать, сколько нужно просто ей наслаждаться. Вот эта вот идея наслаждения, она очень здорово описывает само представление Итнесли о духовной жизни христианина. Вообще говоря, вот если мы говорим о собраниях, которые проходят в поместной церкви, идея этих собраний в том, чтобы побудить человека участвовать в этих собраниях. Идея в том, чтобы человек, который, пускай даже впервые туда пришел, или который совсем недавно ходит, он что-то может сделать. Он может сказать, «О Господь Иисус!» или он может молитвенно прочитать какой-то текст, или может спеть какой-то гимн. То есть, главное, чтобы он участвовал в процессе, потому что вот таким образом Дух Святой начинает в нем работать. Итнесли пишет об этом следующее. «Наконец, когда вы приходите на собрание, научитесь никогда не молчать. Вы должны бороться с собой, вы должны противостать своим природным привычкам. Никогда не оправдывайтесь тем, что вы замкнутый человек. По крайней мере, скажите, «О Господь Иисус!» Иисус мой Господь». Просто скажите это. Это вы сможете. И, соответственно, молитва чтения Слова Божьего тоже надлежащим образом происходит только в собрании верующих. Поэтому на собрании по местной церкви часто читаются вслух отрывки из Библии. Читаются именно как... Ну, вот опять же, просятся на язык слова заклинания, хотя это не совсем корректное понимание того, что происходит. Но бездумное такое произношение библейских текстов, периодически перемежаемое возгласами Аллилуйя, Аминь и тому подобное. Вот это вот то, что я хотел сказать вам по поводу учения по местной церкви. В завершение хочу напомнить вам один момент, с которого мы начали наш разговор, что по местной церкви, она усиленно предпринимает какие-то шаги, действия к тому, чтобы быть принятой в христианском сообществе, к тому, чтобы добиться, завоевать право называться, именоваться христианской. Для этого она входит в христианские союзы, для этого она участвует в христианских ярмарках и выставках, для этого она общается с другими христианскими церквями. Но опять же, конечной целью деятельности по местной церкви является все-таки празелитизм, донесение своего учения до других христиан, с тем, чтобы они тоже присоединились к этому движению, приняли точку зрения уитнес-алли. На мой взгляд, при всей еретичности учения уитнес-алли, наверное, назвать их культом в том же смысле, в котором мы называем культом мормонов, было бы не совсем корректно. Тут такая очень сложная грань, на самом деле, с определениями всегда есть какая-то сложность, какая-то проблема. Дело в том, что обычно мы говорим, что в культе христиан быть не может по определению, там Евангелие вообще не звучит и не проповедуется. Но штука в том, что поместная церковь все-таки состоит из людей верующих, и там есть энное количество людей, которые вышли из христианской церкви, поэтому каким-то образом Евангелие вот наше, христианское, оно там присутствует, и христиане каким-то образом там оказываются. Иногда общаясь с людьми, которые прижат к этим общинам, в общем-то, мы понимаем, что мы верим в разные вещи, но все равно где-то вот у нас есть нечто общее, все равно что-то в них еще осталось от нашего понимания. Поэтому здесь, опять же, очень важно, наверное, иметь в виду, что поместная церковь представляет собой смесь людей, которые полностью погрузились вот в это представление о реальности, о такой псевдобиблейской, парабиблейской богословии, вот, и людей, которые по несчастливой случайности оказались туда пойманными, захваченными. Поэтому очень важно, общаясь с людьми из поместной церкви, понять, кто перед вами, и, соответственно, так вот выстраивать стратегию своего общения с этими людьми. Кому-то, возможно, нужно просто помочь одуматься, понять, что они пошли не туда, вот, с кем-то, наверное, нужно работать гораздо более серьезно, показав саму вот небиблейскую структуру всех этих вещей. Вот, и, к сожалению, к сожалению, и в отношении ведь на сели гораздо более актуальна, чем в отношении любого друга, любой другой организации, о которой мы говорили, понимание и знакомство с литературой этого движения, потому что только так мы можем понять, чему Витнес Ли учит, и только так мы можем конкретно показать людям, что эти учения Библии не соответствуют. И то, что Витнес Ли успел написать сотни книг, к сожалению, очень сильно осложняет нашу задачу, но здесь вот никакого другого варианта у нас не остается. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Вы говорили в начале лекции относительно Вочмана Ни и Витнес Ли, что они были возрожденными из баптистских семей, христиане, которые были, знали учения, начатки учения, как бы, да, они воспитывались в духе Библии. Что произошло с этими людьми? Почему так вот в их жизни произошло? Мне кажется, надо очень сильно отличать Вочмана Ни от Витнес Ли, при том, что многие заблуждения и Витнес Ли все-таки имеют корнями учения Вочмана Ни. Здесь, мне кажется, с людьми происходили разные вещи. Дело в том, что Вочмана Ни это был человек... Опять, не забывайте, что оба они пережили какой-то период номинального христианства. То есть, то, что они учили в детстве, в какое-то время они оставили. Вочмана Ни пережил очень драматическое возрождение через западных миссионеров. Он столкнулся как молодой горячий христианин с тем, что в Китае пришли западные конфессии и принесли туда кучу своих внутренних противоречий и каких-то проблем и заморочек. Он увидел, что христианство западного образца часто очень холодно и лишено внутреннего содержания. И, наверное, его побуждением было как раз искренне как-то найти с одной стороны такое живое выражение библейского учения, а с другой стороны он пытался создать церковь, которая была бы именно китайской по духу, по смыслу, почему-то еще. Но его как-то вот унесло несколько далеко и в каких-то моментах он зашел дальше, чем собирался, в конце концов превратив эту церковь опять же в деноминацию, с которыми он пытался бороться. Витнес Ли пришел уже в готовое движение, подхватил идеи Ватч Монони. Возможно, в нем как раз вот это переживание за некитайскость западного христианства было гораздо менее сильно. Возможно, Витнес Ли ухватил как раз именно скорее экзотическую сторону богословия этого движения. Всяком случае, он влекся явно этими новыми откровениями. И, как мы уже читали, он сильно говорит о том, что после Ватч Монони за последние 20 копейками лет получили столько новых откровений, которые никогда раньше не были известны. И он как раз говорит сейчас о том, что это процесс преобразования, который Бог начал с Мартина Лютера. Мартин Лютер, Цесандорф, Моравские братья, Джон Нельсен Дарби, Климутские братья, Ватч Монони, и теперь Витнес Ли как некий итог этих вещей. То есть, мне кажется, что слово обольщение, оно в этом случае как раз очень хорошо объясняет то, что происходит с Витнесом Ли. Происходило с ним, происходит с его последователем. То есть, когда человек, приняв за истину какую-то абсолютно неверную предпосылку, на ее основании строит очень логическую, очень красивую, очень убедительную систему, и ему кажется, что в этом все замечательно, к этому просто не подкопаться. Но корень этого движения абсолютно неверен. То есть, как бы это красиво не выглядело, это все исходит из абсолютно не библейского источника, но привлекательность так велика, что человек даже настолько втянут в это, ему настолько нравится это, он настолько увлечен процессом своих размышлений, умозаключений, что ему даже не вырваться из плена, не посмотреть на это со стороны. Это на самом деле происходит со многими людьми. Мы говорили в самом начале наших лекций, когда говорили о определении культа, о движениях, об авторитарных церквях. Я тогда рассказывал, по-моему, о том, что многие люди в течение многих лет терпели, как над ними издевались, их били, там, лишь отморили голодом, отрывали от детей. И только потом, выйдя оттуда, они говорили, как я, человек с высшим образованием, разумный, нормальный, здоровый человек, мог терпеть, чтобы со мной это происходило. И вот это как раз и есть обольщение, когда человек настолько попал в эту среду, что он даже не способен со стороны посмотреть на то, что происходит. И то, что для человека внешнего кажется абсолютно нелепым, нелепость, чего, опять же, очевидно даже для многих людей, для него самого абсолютно не видна и незаметна. Вот так мне кажется. Спасибо. Еще вопрос есть? Нет. Вот. Ну, замечательно. Тогда мы с вами закончили наш курс, наш разговор о культах и сектах. Вот. Надеюсь, что он послужит не только к питанию ваших умов, но и даст вам, побудит вас к любви к этим людям и пробудит вас желанием молиться о них и желанием им благовествовать. И в то же самое время даст вам необходимое знание для того, чтобы, встретившись с этими людьми, дать возможность ответить, иметь возможность ответить на их вопросы и помочь им разобраться в всех этих вопросах истины и заблуждения. Музыка 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 Музыка